В Коме стартовала акция «Безопасный огонь». За три месяца сотрудники региональной противопожарной службы обойдут больше 250 частных дворов. Основная ставка на неблагополучные семьи. Первые итоги уже подвели в Книжпогодском районе. Эстафету передали Сыктывдинским огнеборцам. Виктория Палкина передает с места. Здравствуйте. Противопожарная служба. Обходим частный сектор. Проверяем печки, готовы к зиме. Первым делом пожарной Сыктывдинского Нюфчима проверяют дома пенсионеров. Большинство из них живут одни и подлатать свои печи к зиме просто не могут. Впрочем, здесь у ревизоров вопросов нет. Топка к холодам готова. По другим адресам небольшие нарушения были. К примеру, печные двери закрывались неплотно. Используют плиты, которые варочные, с трещинами большими, через которые также могут вылетать искры и произойти пожар. Не используют притопочные листы, пренебрегают этим, думая, что не нужны они. Это лишняя трата, как говорится, денег, средств, времени, чтобы их сделать. А это может повлечь к тому, что упасть уголь, щель между досками пола и произойти. Потихоньку будет леть, леть и пожар произойдет. В последнее время жители Нюфчима активно обновляют свои печи. В среднем новая топка обходится в 30 тысяч рублей. Казалось бы, работать она должна без сбоев. Но, говорят эксперты, ее еще нужно научиться правильно эксплуатировать. Он, допустим, не так умеет, как я. Вверх и низ открываем, низ открываем, если она растапливается, растопилась, низ закрываем, поддувало, второе открытое. А он уже так не может, иначе у него не так получается. После проверок в Нюфчиме огнеборцы переедут в Шошку. Село активно застраивается, и новоселы стараются соблюдать все требования пожарной безопасности. Со старым жилым сектором все куда сложнее. Что касаемо, конечно, застройки, которая была в 80-х годах, там есть проблемы. То есть там нет и проездов, можно сказать. На самом деле, по многим домам есть вопросы, как вообще в случае пожара подъедет туда транспорт. То есть очень большое расстояние надо будет тянуть именно пожарные рукава. В Сыктывкаре такие обходы частных домов проводят постоянно. Этот год выдался рекордным на пожары в дачном секторе. И вряд ли зимой ситуация поменяется, говорят огнеборцы. Ведь сегодня именно дача для многих становится постоянным местом жительства. Хотя зачастую деревянные постройки просто не готовы к зимним условиям. Халатное отношение. Думают, что все пройдет на авось, и зима пройдет спокойно. И все это не тут-то было. То есть такого так просто не происходит. В основном горят перекрытия, дачные перекрытия. То есть само здание остается целым, а крыша сгорела. То есть мы успеваем приезжать, но, к сожалению, уже локализовать пожар остается только на верхней части здания. Итоги акции «Безопасный огонь» подведут в декабре. Впрочем, даже если пожарные и выявляют серьезные нарушения, максимум, что они могут сделать – предупредить нерадивых сельчан. Наказывать рублем сотрудники противопожарной службы не имеют права. Виктория Палкин, Алексей Порошуков, телеканал «Юрган».